Деток жмём, 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 тиралов мы напечём. Мама напечёт, и мы очень вкусные они. Встали мы сегодня рано и едим со сметаной. Вот такая энергичная разминка у второго А-класса школы номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева проходит на каждом уроке и занимает она не менее двух минут. Такого рода отдых или пауза нужны для нормальной работы на уроке, ведь тем самым они помогают мальчишкам и девчонкам быть внимательными, усидчивыми, терпеливыми, уметь слышать и слушать учителя. А в век высоких технологий добиться внимательности и усидчивости учеников крайне непросто. Нужно постоянно находить новые творческие подходы в образовательном процессе, так, чтобы даже обыкновенная разминка проходила креативно, интересно и с пользой. Об этом не понаслышке знает классный руководитель второго А-класса Лилия Власюк. Когда я читала методички и пыталась применить эти знания на уроке, они как бы помогали с точки зрения знаний, но не с точки зрения интереса и отдыха. Я работаю очень давно, за все это время, это все придумано. Просыпаешься среди ночи и думаешь, вот я попробую вот это. Прихожу, пробую, получается. У меня такое жизненное кредо, что школьники маленькие, это не дети, это маленькие люди. Им нужен хороший, здоровый опыт. Где им взять хороший, здоровый опыт? Ну, здорового, хорошего учителя. Может быть, не скромно, но я люблю свою работу, люблю детей, и это вот двигатель. Второклассница Мишель Михайлова разминки для глаз знает не понаслышке. С раннего возраста у девочки проблемы со зрением, потому зарядка для ее глаз как профилактика. Я смотрела очень много мультиков, вот, и телефон, вот, и мне написали очки. Вот, я теперь хожу в очках каждый день. Надо делать тренажеры, те, которые Лилия Петровна нам дает. Надо ровно сидеть, спину ровно смотреть, но только на Лилию Петровну и то, что она все нам задает. Проблема сохранения здоровья детей в условиях современной школы была и остается одной из актуальнейших. К примеру, неподвижная поза во время занятия гораздо утомительнее, чем активное движение. Теряется концентрация внимания, устают руки, спина, глаза. И ни для кого не секрет, что пропадает интерес к материалу. Накопившаяся усталость может вызвать отклонение в состоянии здоровья. Пример тому – нарушение осанки зрения. Поэтому, чтобы работа на уроке была продуктивной, а дети здоровыми, помимо физкультминуток, школа номер 20 оборудована всем необходимым инвентарем. Парты, стулья, вся наша мебель регулируется под рост каждого ребенка ежегодно. Два раза в год мы производим, не реже двух раз в год мы производим рассадку, учитывая медицинские показания, противопоказания, учитываем зрение детей, рост наших ребят и другие медицинские показания. В каждом классе нашей школы имеется конторка. Для чего нужны конторки? Многие задаются этим вопросом. Наши ребята, конечно, знают на них ответ. Ребятам очень хочется иногда подвигаться в условиях 45 минут урока. Это сделать крайне сложно. Поэтому каждый ребенок, занимающийся в классе во время урока, может часть урока провести за конторкой. Санитарные нормы и правила регламентируют время, которое он проводит за конторкой. Нужно сидеть прямо, не опираясь локтями на стол, и не опрокидываться на спинку стула. Ноги должны стоять прямо, под углом 90 градусов. Стараться все же держать голову прямо и немножечко опустить ее можно. В наши дни причиной перенапряжения глаз у детей становится также раннее использование гаджетов, смартфонов, планшетов и компьютеров. Особенно вредны планшеты и смартфоны. Потому, чтобы дети в учебное время не отвлекались на них, тем самым не портили свое зрение, в 20-й школе вели специальные боксы, куда мальчишки и девчонки перед уроками складывают свои гаджеты. Одна из основных проблем, которая сейчас в данное время для детей, которые пошли в школу, это нарушение зрения. Чтобы этого не происходило, для нас, как для врачей, даже для меня, как родителя, важно, чтобы организовать правильный режим ребенка к подготовке к урокам. Это наша парта, это чтобы освещение падало, желательно это преимущественно дневное, чтобы было освещение, чтобы ребенок не клевал носом, когда он пишет. Общее телевизионное время соблюдать. Желательно, чтобы в день не более часа времени. Это сюда и телевизоры, и гаджеты, и компьютеры. На выходных днях это может быть чуть больше времени, где-то до двух часов, но это тоже на усмотрение каждого родителя. Но как от врача скажу, что все-таки зрительный режим нужно охранять для ребенка. Руководство 20-й школы делает все, чтобы учащиеся не только получали качественные знания, но и были здоровы. Потому данным учреждением образования были закуплены столы для тенниса. Причем тут теннис, спросите вы. Все просто. Это отличная игра, которая помогает детям разминать глаза во время школьных перемен. Научно доказана эффективность настольного тенниса для тренировки мышц глазного яблока. Когда ребенок играет, он смотрит на мячик, на противника, на положение его рук. Для него это очень эффективно. Кроме этого, вокруг теннисных столов собирается на перемене много ребят, которые также тренируют свое зрение, следят за соперниками, следят за мячиком, тренируются. Также теннис – это активность движения, здоровый образ жизни и отвлеченность от гаджетов. Они занимаются здоровым образом жизни целую переменку. Если придерживаться всех рекомендаций врачей, заниматься активно спортом и вести правильный образ жизни, то ваша осанка будет красивой, а зрение – стопроцентное.